Традиционно мы наш фестиваль всегда начинаем с очень серьезной темы. Темы, будет ли радио развиваться вообще и как. В этом году мы хотим обсудить проблемы перехода на цифровое вещание. Какие сложности стоят в связи с этим перед радио? Сохранится ли оно в традиционном виде? Что нам готовят новые законы СМИ? Чем коварно новый временный порядок лицензирования? И что же будет, когда мы все перейдем на цифру? Я хочу вам представить участников нашего круглого стола. Давайте, наверное, вот так вот. Слева направо. Борис Львович Резник. Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Сергей Владимирович Емщиков, вице-президент входника «Навигатор Дорожное Радио». Астамур Анатольевич Тегеев. Заместитель руководителя кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности в Высшей школе экономики. Модератор и ведущий нашего круглого стола Михаил Александрович Федотов. Один из авторов закона СМИ, секретарь Союза журналистов. Сейчас долго буду перечислять. Руководитель кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности в Высшей школе экономики. Нет, просто хочется вас поздравить. Мы вот так вот при всей стране еще не делали, что вы стали советником президента Российской Федерации, председателем Совета при президенте Российской Федерации о правительстве гражданского общества и правам человека. Ну, а также заслуженный юрист, доктор юридических наук, профессор. Подобляйте, что это, по-моему, дурная шутка. Да нет, мы искренне не воспринимаете как дурную шутку. Владимир Михайлович Сталер, президент группы компании ТВМ Групп, академик Российской Академии Радио, издатель журнала «Медиапрофи», который вы видите во наших симпатичных портфельчиках. И Михаил Маркович Идерман, заместитель генерального директора по радиообещанию радиокомпании «Звезда», академик Российской Академии Радио. Итак, наверное, мы передаем, Михаил Александрович, микрофон вам. Также я хочу сказать, что должны были подъехать две представительности в Минкомсвязи, пока не подъехали, но если подъехать, просто мы их тоже пригласим. Я вам объясню, дорогие дорогие. Микрофон работает, нет? Да. Единственная просьба, участники семинара Тони Херкса, вы уже спускаете в 139-й кабинет. Все, что касается прослушивания и работы с Чарльзом Мэйсом, сразу после круглого стола вы расходитесь по залам, которые указаны в программе. Работает микрофон? Работает. Так вот, коллеги, еще два человека, которые были объявлены представителем Министерства связи и массовой коммуникации, они подъедут к 11 часам. Я тоже могу подъедут к 11 часам. Но оказывается, что все начинается намного раньше. Поэтому мне пришлось включить форсаж, и я приехал практически без опоздания. А вот представители Министерства связи, они просто об этом не знали, поэтому они форсаж не включили, поэтому они будут к 11. И у меня просьба поставить для них место, чтобы они здесь могли сесть за этот стол и подключиться к нашей дискуссии. Я, прежде всего, хотел бы сказать, что мы будем обсуждать все те изменения в... Мы специалист по радио сделаем, что за это не фонировали. Вы специалист по радио сделаете, что за это не фонировали. Ну, это еще больше фонировали. Нет, 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 он уже не фонировали. Ну, да, вот так, да? Ох, форма была. Итак, коллеги, мы будем с вами говорить о том тех изменениях, которые сейчас происходят в законодательстве, о телерадиовещании, прежде всего, о радиовещании, конечно, и тех изменениях, которые предстоят в будущем. Я думаю, что будет логично, прежде всего, предоставить слово Борису Львовичу Резнику, как заместителю председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике. Он представляет здесь именно законодательную власть. Он знает, что у них готовится, он знает, что у них на выходе, что у них на входе. Борис Львович, пожалуйста. Спасибо, Михаил Александрович. Коллеги, ну, я хотел бы вас поздравить, можно сказать, с опахальным событием. Впервые за 20 лет после принятия закона замечательного о средствах массовой информации, по которому мы с вами живем, очень хорошего. Я всегда повторяю два слова, говорю, когда я говорю об этом законе, что это один из самых демократичных и самых либеральных законов в мире, не только в нашем Отечестве. Было много попыток с тех пор что-то в этом законе изменить, как правило, в худшую сторону. Мы все противились этим изменениям. И, наконец, время идет, и 20 лет – это 20 лет. Хотя говорят, что вот там многие страны принимали законы 300 лет тому назад, и ничего в них не меняют. Но, тем не менее, принято новое законодательство. И прямо 30 лет тому назад предусмотрели там интернет-вещание. Да, интернет-вещание. Ну, например, не предусмотрели, что будут акционерные общества, и они будут назначать главных редакторов, а мы по вашему закону, Михаил Александрович, избирать их должны были, и так далее, и так далее, и так далее. Кое-что менять надо. И была предпринята попытка, на мой взгляд, очень удачная, после серии неудачных попыток. Вы помните, наверное, с 2000 года было много таких вот попыток изменить этот закон, поручали индустриальному комитету медиал-союза написать новый закон, затем чиновникам из ведомства Сеславинского, и так далее, и так далее. Все эти попытки были неудачные. И, наконец, Государственная Дума, где-то полтора-два года там и назад, пошла неслыханным, демократическим путем. Была создана под председательством Олега Морозова, нашего первого вице-спикера, рабочая группа, куда вошли, помимо депутатов, профессионалы, работающие в области права и СМИ, прежде всего, Михаил Александрович Федотов, один из главных авторов, главный автор первого закона о СМИ, другие товарищи-профессионалы, и была подготовлена новая редакция закона о средствах массовой информации. Мы связывали колоссальные надежды с принятием этого закона. К сожалению, к великому, значит, где-то в аналах там правительства, он лежит до сих пор, есть такое эфемерно-туфтовое понятие, как политическая воля. Что это такое, я не знаю, Михаил Александрович там сейчас поближе к власти, может, он расскажет, что это такое политическая воля, да? Но нет такой воли, чтобы этот законопроект был принят. Ну и вот, а изменения, тем не менее, нужны были, и был подготовлен, опять-таки, не очень удачный, на мой взгляд, изначально законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой информации, телевизионного вещания и радиовещания. Ну, когда был принят этот законопроект в первом чтении, он вызвал в медийной среде, прежде всего, в общественном, так сказать, пространстве, колоссальное такое общественное возмущение. Первое возмущение я принимал на себя, потому что мне позвонил Федотов, и он интеллигент, но в очень жестких выражениях начал говорить о том, что он правит законопроект дома. Но, знаете, потом произошло неслыханно, я не буду вас подробностями утомлять, общими усилиями, общими усилиями, прежде всего, конечно, это под руководством Михаила Александровича и при его усилиях координационных этот закон был превращен, ну, так сказать, в нормальный, вполне соответствующий вызовам нынешнего времени, одобренный всеми, кто особенно, так сказать, сильно возмущался, в общественную палату, например, другие какие-то институты наши, общественные, профессиональные. Все признали, что законопроект хороший, мы вчера его приняли на пленарном заседании во втором, а потом и в третьем чтении. Было колоссальное количество поправок, все поправки, которые мы считали, они необходимы, они были приняты, эти поправки. Ну, Михаил Александрович, есть у меня время, чтобы рассказать основные какие-то, так сказать, положения этого закона, или как? Или кто-то будет там из докладчиков подробно об этом говорить? Борис Иванович, ну, кто же может остановить наших депутатов? Да, ну... Конечно, вы имеете полную возможность, особенно с учетом того, что представители Минконсляции еще не пришли, но они, я думаю, через минут пять они появятся, и они будут говорить уже о деталях. А вот общие вопросы, конечно, очень хорошо было бы, чтобы вы изложили. Спасибо. Хорошо, спасибо. Я буду... Я коротко... Я остановлюсь практически на самых главных, основных положениях. Ну, наверное, все через это у нас проходили. Сегодня начинается попытка организовать, так сказать, радио с лицензией. Это Ахиллесова пята, как правило, это нервотрепка колоссальная. И вот мы приняли положение о совершенствовании существующих механизмов лицензирования телерадиовещания. Ввели практически новый правовой такой институт, мы его назвали универсальной лицензией. И вот этот порядок закрепляется на уровне федерального закона теперь осуществления лицензирования телерадиовещания, описывает все практически вот сами вот эти лицензионные процедуры, которые, я считаю, не очень-то были прозрачные, и четко, совершенно описывает объем полномочий лицензирующего органа при реализации. Ну, вот согласно этому законопроекту вещатель, как правило, это редакция телеканала и радиоканала имеет право получать, я хочу подчеркнуть это слово, в заявительном порядке лицензию на обещание. Вот эту вот универсальную лицензию. И она дает право, эта лицензия, распространять радиоканал, телеканал, путем трансляции, ну, в любых условиях. То есть это может быть наземный эфир, да, кабельное, спутниковое вещание. Ну, а вот те вещатели, которые не являют собой, там, скажем, редакцию радиоканала, они могут получать лицензию в определенной среде. В пределах прав, которые получают вот тоже в установленном порядке лицензии на обещание определенным способом, называется. Ну, законопроект выделяет наземные эфирные вещания, устанавливая, что в отдельных случаях установленных правительством России право вещателя, как вводится универсальная лицензия, так лицензии вот на обещание определенным способом. Осуществление наземного эфирного вещания с использованием конкретных радиочастот возникает по результатам торгов, там, конкурс, аукцион. Ну, то есть эта процедура, в принципе, она и нынче существует, да, но она этим законом упрощается и становится более такой прозрачной, я бы сказал, да, потому что сегодня много жалоб, нареканий, вот комиссия, в которой заседает много лет Михаил Саныч, она из хороших очень людей, профессионалов состоит, да, но тем не менее обиженные всегда бывают, и вот это положение, оно делает более прозрачным. Ну, отменяется требование о подтверждении технической возможности осуществления вещания при получении лицензии. Они будут, эти технические характеристики, учитываться при предоставлении права наземного эфирного вещания вот с использованием радиочастот. Сегодня их, к сожалению, увы, яхт, миловато. Ну, про иностранные я не буду вам говорить, в принципе, каналы, то есть, если они зарегистрированы, то ставится такая обязательная норма, что иностранные должны регистрироваться, вещатели, как средства массовой информации, у нас в отечестве, вот, и распространяется понятие редакции на них. Ну, я, наверное, должен сказать, это у нас тоже всех, в принципе, касается, мы впервые прописали введение правового института сетевого издания. Тоже было много нареканий, что вы хотите ввести цензуру после принятия в первом чтении закона, хотите ввести цензуру, значит, всех под одну гребенку. И вот этот законопроект сейчас вводит понятие сетевого издания для сайтов, сети интернет, только зарегистрированных в качестве СМИ, вот я это подчеркиваю. И корректируются признаки средств массовой информации с тем, что в СМИ можно было относить интернет-сайты. Ну, там, так сказать, признаки какие-то, признаков периодичности, и распространение их дополняется, признаков периодичности обновления. Наверное, я должен сказать, уже как вот председатель подкомитета по печатным СМИ, хоть вы тоже не ошибка, как бы, этим, наверное, интересуетесь, у нас была болевая точка, многие СМИ наши были зарегистрированы как постановные учреждения, а в законе эта норма не была прописана, и была великая тревога. И мы внесли, значит, вот такую поправку в закон об установных учреждениях, он давно, в 2006 году был принят этот закон, да? И мы просто через записую прописали, что, значит, к автономным учреждениям относятся учреждения здравоохранения культуры и запитая средств массовой информации. И действует эта норма, что очень важно для печатных СМИ прямо вот с момента принятия этого закона. Ну, еще важно, что, что вот этот наш законопроект, он предусматривает переходные положения, что лицензии, которые на вещание выданы до вступления в силу предложных изменений, они будут действовать до истечения срока. А если вы вдруг завтра захотите уже по-новому работать, то, так сказать, получить эту универсальную лицензию или в определенной среде, то в соответствии с новыми требованиями прежние ваши лицензии, они утрачивают силу. Ну, вот, коротко, я какие-то детали не вдавал, что это у закона, наверное, потом там будут профессионалы уточнять, при этом представители министерства будут... Уже они здесь, они уже здесь. Вот, Екатерина Конянаевна Владимировна... О чем бы я хотел вам сказать? Вы понимаете, вот я впервые, впервые столкнулся, почувствовал, можно сказать, физически ощутил ту революцию, которая несет нам переход на цифру. Вот так случилось, и слава Богу, я хотел бы министра Щеголева поблагодарить, и, так сказать, все наши поработали, руководители дальневосточных краев областей и представительства президента. Цифра пошла на Россию с Дальнего Востока. И так получилось, что вот мы оказались с министром Щеголевым в очень далекой... Когда скрывали это все, значит... В очень далекой деревушке Лермонтовке Вяземского района Хабаровского края. Это приграничная деревня, Тьму-Таракань и маленькая участковая там вот в этом селе Лермонтовка больничка. Там всегда ставили... Это мой округ избирательный, да? Передо мной ставили вопрос, ну сделайте что-нибудь, чтобы было нормальное обещание. Мы же китайцев ловим, а не маяк, не радио России, ничего поймать не нужно. Глушилки какие-то там, треск, писк, сигнал не доходит и так далее. И вот, приходим мы в школу, в школе, значит, огромные плазменные уже телевизоры, которые принимают более сотни каналов. В больничке, в этой участковой, врачи ставили диагноз маленькой девочки. Что-то у нее там, так сказать, головные боли были, девочке 5 лет. И вот, включают экран, значит, Хабаровским нейрохирургам, там все дело показывают, все эти снимки, результаты томографии. Затем, включают Москву, академика Коновалова. Академик Коновалов говорит, да, очень хорошо, я хотел бы вот посоветоваться со своим коллегой немецким, профессором таким-то, врубают Берлин, проходят консультации, выдают врачам рекомендации. Слушайте, мы воспринимали это как фантастику. вот, и когда сегодня нам говорят, что вводят там, так сказать, 500 с лишним каналов вещательных, пожалуйста, то есть то, что сегодня у нас выбито практически ностальгическое вещание, юношеское вещание, детское вещание, все убрали же. Мы сегодня практически в ГТРК транслируем кусочки ставки наших новостных программ. очень хорошие возможности и тот потенциал, который сегодня есть, я имею в виду творческий потенциал, ребят, да, мы его, я думаю, раскрутим на полную катушку и будут создаваться новые радио- и телевещательные компании. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Я сразу предоставляю слово Викторин Геннадьевне Лариной, начальнику директора департамента министерства... Госполитета области СМИ. Да, пожалуйста. Спасибо, Михаил Александрович. Да, у нас на самом деле сегодня мы, можно сказать, приблизились к новому этапу вот просто в новой эре высказала лицензирование телерадио-вещания благодаря тому, что вчера в Думе прошло... был принят закон, который вносит поправки в том числе закона СМИ. Спасибо, Борис Беович, тоже за ту поддержку и за работу, которая была проведена с этим. На мой взгляд, вы знаете, это достаточно революционный на самом деле закон, потому что я убежденно могу сказать, что лицензирование телерадио-вещания существенно либерализуется и становится гораздо более простым, фактически будет осуществляться в заявительном порядке. Основные принципы появляются у нас универсальные лицензии, получить ее может вещатель, который является сам редакцией СМИ данной радиостанции, если говорить именно про радио или про телеканал. И лицензия сразу дает право осуществлять телерадио-вещание на всей территории Российской Федерации во всех средах вещания. Это, мне кажется, большой прорыв. Мы с коллегами из Роскомнадзора долго это обсуждали, и я вас уверяю, это было не так просто даже психологически уверить их, что, собственно, вот это предварительное подтверждение технической возможности осуществлять вещание является избыточным и совершенно несовременным. для того, чтобы, да, и там еще, мне кажется, тоже заложена очень важная вещь, очень современная, которая соответствует и тем тенденциям в изменении совершенствования законодательства, это возможность осуществления взаимодействия лицензиата с лицензирующим органом в экоративном режиме через личный кабинет в электронном виде, соответственно. То есть принцип зафиксирован примерно следующий, примерно, потому что говорю своими словами, если это универсальная лицензия, лицензиату дается право осуществлять, как я уже сказала, телерадио вещание на всей территории Российской Федерации во всех средах, но дальше соответственно его ответственность в том, чтобы сообщать лицензирующему органу, где конкретно в каких сетях он осуществляет обещание и, соответственно, предметом проверки может являться именно это. В том случае, если он прекращает распространение в какой-то сети, опять же, он должен уведомиться после того, как, соответственно, это его также право менять свою территорию распространения, свои среды вещания, но его обязанность отвечать, что называется, за свои слова. По-моему, это, на самом деле, достаточно прорывное решение и шаг, который позволит нам, в общем-то, перейти на другой уровень взаимоотношений, знаете, чтобы не бояться надзорного органа, который гоняется за возможными нарушителями, а перейти на формат, на самом деле, цивилизованных отношений. А если меняется концепция? Если меняется концепция, то же вы заметите? Там это мы обсуждали и направление НАТО, и обсуждали многое с вещателями, и пришли к согласованному мнению. Единственное условие, жесткое, сохранять программную концепцию вещания, если под эту программную концепцию была получена на конкурсе частота. Соответственно, если выигрывала в конкурсных процедурах именно эта программная концепция, то, соответственно, за нее нужно уже нести ответственность. Если же вещание осуществляется в кабеле, в иных средах, то, соответственно, вещатель сам волен подбирать под себя формат и совершенствовать свой продукт в расчете на свою аудиторию. И что касается вот этой жесткой разбивки по процентам того или иного вещания, то, соответственно, тоже это в основном это у нас для лицензирования по конкурсу. Ну, это, собственно говоря, если это в условиях конкурса, опять же, то есть там, где это для получения ограниченного частотного ресурса, то, собственно, более жесткие рамки. но, в принципе, более четко правило порядок распределения частотного ресурса будет определяться правительством, но мы предполагаем, что тематические блоки будут определены, но вот эта жесткая процентная привязка, она будет значительно исключена. Дальше, соответственно, нам предстоит сейчас, я думаю, вместе с Непасанчем и сообществом работа по подготовке ряд нормативных правых актов в исполнении закона, который необходимы для того, чтобы он заработал, потому что, что тоже является принципиально важным моментом, вы знаете, что принят закон о лицензировании отдельных видов деятельности, который касается и сферы телерадиовещания с оговоркой о том, что особенность лицензирования телерадиовещания устанавливается в отраслевом законе. Вот, собственно говоря, это и было сделано вчера Госдумой, но, опять же, для того, чтобы он полностью заработал, нужно принять чередную оценку правовых актов. Но, так или иначе, сейчас мы понимаем, что с момента вступления в силу закон о лицензировании, это 10 ноября, телерадиовещание не перейдет полностью под общие правила, которые, на самом деле, не учитывают много-много специфических особенностей телерадиовещания, но, соответственно, сохранится вот свой особый порядок лицензирования, который учитывает всевозможные все моменты, в том числе то, что лицензия выдается не просто юридическому лицу, а лицензируется распространение конкретного телерадиоканала, то, что там, кстати, сохраняется возможность уступки лицензии, что исключено для по общему закону, собственно, предполагается вот эти особые условия для распределения ограниченного частотного ресурса, но и там еще есть ряд особенностей, собственно говоря, сейчас мы надеемся в ближайшее время все появится. Мне вот передали перечень поручений президента, который уже вызвал много эмоций, но не знаю, насколько это касается тематики сегодняшнего круга стола, если вас что-то интересует, то готовы ответить на ваши вопросы. По-прежнему ли остается допуск в год, да, по-моему, там было. Так, коллеги, сейчас одно сито, давайте не будем сломать привычный формат о панельной дискуссии. Значит, у нас сначала выступают все участники панельной дискуссии, сидящие здесь и тогда столом. Дальше мы перейдем к вопросу. Я понимаю, что это Ихина Геннадьевна спровоцировала вопросы, я понимаю, что вопросов с ней будет много, никаких проблем, вы зададите все вопросы. итак, я прошу дальше, кто у нас будет следующий наступатель? Да, вот Сергей Мщиков. Я готов. Да, пожалуйста. Спасибо, коллеги. Я хотел бы внести свою небольшую дептуру в дискуссию, касающуюся лицензирования и изменения подходов к существованию радио, поскольку обладая определенной информацией, думаю, что никто здесь еще завязал, не обладает. такого месяца назад состоялась конференция под названием Radio Days. Это ежегодная конференция, которая в этом году собрала около 750 участников, представителей коммерческих радиостанций, публичных радиостанций, общественных радиостанций Европы. События, безусловно, знаковые, поскольку в центре дискуссии были вопросы не только и не столько цифрового распространения радио, то, что мы обсуждаем, говоря о создании новых возможностей для слушания радио в самых отдаленных уголках нашей необъятной страны, сколько изменениям, которые происходят в сути радио. А изменения эти, как мы все понимаем, не просто лиционные, они тектонические. Те изменения, которые происходят с тем, что мы привыкли называть радио, сравнимы на сегодняшний день с тем изменениями, которые радио пережило в момент появления телевидения. Вы помните, когда я говорю, помните, паншируем не наблюдали эти процессы, они происходили в сороковых годах, но когда появилось телевидение, радио в том времени было главным электронным медиа, давлеющим, и прогнозы были совершенно удивительные. С появлением телевидения радио перестанут читать книги, спорим телевидение, люди перестанут ходить в театр и так далее. Такие же глупости приходится слышать довольно часто сейчас с тем, что распространение дает нам возможности управления аудиоконтентом в совершенно новых средах. Радио погибает, радио исчезает. Все это чушь собачья. Меняется подход к тому, что называется радио. Радио погибнет в тот момент, когда человек потеряет возможность слушать, его перестанет интересовать то, что мы называем аудиоопытом или аудиоэксперенцией. Процессы, которые происходят, люди пытаются осмыслить, мировые, эксперты мирового класса пытались рассказать что-то внятное на эту тему. Я довольно много вынес из этой конференции. Главное, что я вынес из этой конференции то, что те разговоры, те сообщения, те речи, которые звучали в Оппенгагене, которые вызывали очень жировые интересы, они необходимы быть ретранслированы и здесь, в Москве, поскольку у меня есть ощущение, что отечественные вещатели и столичные, и региональные слабо себе представляют, что нужно делать. Их пугают цифры, пугают тем, что радиостанций становится безумное количество, что поведение аудитории будет меняться. А как оно будет меняться? Что мы должны делать? Что нужно делать для того, чтобы радиоиндустрия сохранилась? Ведь действительно потребление радио меняется. От линейного прослушивания люди ведут себя совершенно по-другому. Возникают новые формы потребления аудиоконтента. Это и загрузка файлов, это и стриминг, это и контакты с другими средами, интерактив и так далее, и так далее, и так далее. меняется измерение радио. Недалек тот день, когда в России, как и в других странах мира, в США и в многих странах Европы от измерений слушания основанных на припоминании того, что ты вчера слушал, система будет такой, что она позволит фиксировать реальные контакты, физические контакты нашего с вами пассажира, слушателя с аудиоконтентом. Это изменит и расстановку сил на рынке. Меняется роль нас с вами, людей, кто создает контент. Я думаю, что большинство людей, сидящих здесь на этой конференции, это специалисты, которые озабочены созданием контента. Так вот, очевидно, совершенно тенденция в том, что роль программного директора изменяется. Больше понятия программный директор не существует. Это представление все больше и больше укладывается в понятие контент-директора, персонажа, который отвечает за создание контента внутри радиостанции, контента, который может подправляться в самых разных средах и в виде текста, и в виде видеоизображений, и в виде интерактивных элементов и так далее, и так далее, и так далее. Меняется поведение людей, прежде всего молодых. Главная тенденция в том, что люди молодые до 25 лет в странах Европы и США не перестают слушать радио, они перестают слушать FM. Радио они не перестают слушать, они учатся потреблять его в других средах. Почему я во всем об этом рассказываю сейчас? Я думаю, что в рамках конференции и фестиваля, который проводит Фонд Независимого Радио, много обсуждений будет на эту тему. Но я, совершение организаторов, хотел бы анонсировать событие, которое, как действительно, Техническая Академия Радио Российской инициировал, и это событие будет проведено в Москве. Я прошу всех вас зафиксировать дату 22 сентября 2011 года. В Москве пройдет конференция под эгидой радиоакадемии, и я надеюсь, что Фонд Независимого Радио будет партнером для этой конференции. Конференция как раз будет посвящена не только и не столько проблемам распространения контента по каналам связи, не только и не столько вопросам этого, а как цифр придет в далекую деревню, сколько тому, как будет меняться наша с вами работа, сколько тому, как изменится контент, столько тому, как сохранять и развивать радиоиндустрию, использовать те возможности, которые мы с вами получаем в цифровой среде. Я пригласил на эту конференцию специалистов, которых и видел в Копингогене, и просто знаю, это люди, которые на сегодняшний день являются наисильнейшими нервными экспертами в этих областях, и 22 сентября в Москве выступят специалисты, я не буду назвать их имена, из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Австрии, будут и российские участники. Мы постараемся в течение одного дня осветить только эти вопросы, вопросы того, какой может быть дорожная карта для нас с вами, для участников радио и людей, работающих в альтроиндустрии, заинтересованы в том, чтобы она развивалась, какой может быть дорожная карта в ситуации, когда цифровая среда бросает нам новые вызовы. В связи с этим это очень хороший, с моей точки зрения, момент, что государство активно откликается на те изменения, которые происходят, и меняет систему лицензирования, открывает все больше и больше кингстоны, доверяя вещателям, которые, безусловно, с появлением новых возможностей должны будут и внутри себя воспитывать совершенно иное отношение к чувству ответственности за тот контент, который они производят и распространяем. Спасибо. Спасибо. Сергей Ростовщиков, теперь. Ячеков. Здравствуйте, коллеги. Я хотел бы остановиться вот на каком аспекте нашего сегодняшнего заседания. В теме круглого стола написано «Проблемы лицензирования и вещания в условиях цифровых технологий». Вот, собственно, во-первых, сказав некие слова благодарности в первую очередь Михаил Александровичу как человеку, который самым активным образом двигал те изменения, которые принимались в законах СМИ, которые давно уже требовались, исходя из новых условий. Я все-таки хотел остановиться на вот этой самой части, которая называется цифровизация. Цифровизация радио. В нашей стране в общем все довольно неплохо идет с охватом цифровым телевизионным вещанием территорий от Дальнего Востока до западных территорий России. Это движение началось с приграничных территорий и понятно почему. И там есть очевидные результаты, которые можно увидеть, услышать установлена техника, которую можно пощупать. А вот то, что касается радиовещания, с моей точки зрения на сегодняшний день пока вопросов больше, чем ответов. Например, на Навовской выставке собралось довольно большое количество людей, в том числе представители России. там были представители собственно министерства главного радиочастотного центра, целый ряд представителей вещателей, которых интересовал вопрос по какому пути, каким образом и как будет двигаться цифровое вещание в нашей стране. на сегодняшний день два базовых стандарта, которые используются в Европе, например, это DAB и DRM. В Британии идут по дабовскому направлению, континентальная Европа в большей степени используют стандарты в Скандинавии, например, используется и то, и другое. Но главный вопрос, и об этом только что говорил Михаил Педельман, вопрос не то, как передать в эфир радиосигнал, а как этот сигнал довести до конкретного радиослушателя. Интересный пример привели по опыту, который был в Германии. Корпорация DRM поставила три передатчика вокруг Берлина и закрыли вещанием территорию, на которой проживает более трех миллионов человек. В общем, результат замечательный, красивый. Но когда спросили, а какое количество радиослушателей у этой радиостанции был дан абсолютно конкретный точный ответ. 300 человек. На вопрос, откуда вы знаете такую точную цифру, в общем, ответ был тоже достаточно понятным. Потому что было изготовлено 300 приемников, которые подарили радиослушателям. И если говорить с этой точки зрения, мы можем охватить радиовещанием практически любые территории, но на какие технические приборы наш потребитель будет слышать это самое радиовещание. Это отдельная проблема, которая сейчас обсуждается в нашей стране. Насколько я знаю, в ближайший год будут проводиться целый ряд экспериментов по использованию системы ДРМ как в условиях относительно низкоэтажной застройки, так и высокоэтажной застройки с большим количеством электронных коммуникаций. И как мне кажется, главным вопросом станет вопрос как раз не вопрос производства технических средств выдачи программы в эфир, а как раз тех самых радиоприемников, а также неких мотивационных идей, которые сподвигнут наших радиослушателей в том или ином виде приобретать эти самые приемники. Это отдельная задача, которая должна решаться и государством, и, конечно же, радиосообществом, всей отраслью, всеми нами с вами. Исходя из этого, а также понимая, что все шире радио начинает работать в, ну, так, скажем, не совсем классических средах распространения, таких как интернет, опять же, я абсолютно солидарен с Михаилом Пидельманом, в том, что резко возрастает роль, значимость бренда. иногда радиослушателю, в общем-то, наверное, даже неинтересно знать, каким образом, по кабелю, по эфиру, либо, я не знаю, еще каким-то образом сигнал доставлен до его радиоприемника. если программа, которую он слышит, его абсолютно устраивает, то вопросы, связанные с доставкой сигнала, его абсолютно не интересуют. Для нас же, присутствующих сегодня здесь, это вопрос крайне важный, поскольку необходима выработка неких общих стандартов, которые позволят массово использовать одинаковые технологии. Поэтому, если говорить вот о второй части темы нашего круглого стола, то на сегодняшний день повторюсь, что вопросов пока больше, чем ответов. Над этими вопросами нам совместно нужно работать. Спасибо. Спасибо. Владимир Талер. Еще раз добрый день. Рад всех приветствовать. Особенно возможность в таком прекрасном помещении глаза в глаза поговорить о наболевшем. Знаете, год назад был очень интересный период, когда готовился ряд документов, шли обсуждения в каждом регионе для подачи предложений в министерство и на стол президенту для рассуждения о том, каким образом все-таки дальше будет идти цифровая революция. Очень интересно, я был на ряде подобных собраний в регионах очень интересная позиция вещателей. Знаете, страшно слышать, когда значительная часть вещателей говорит, мы не знаем, как будет развиваться, но если будет так же все, ну, пойдем в сельское хозяйство, чем торговать. Если посмотреть позиции в каждом регионе, она примерно везде одинакова. Сегодня в крупных городах миллион, как 15 до 20 радиостанций вещает, как правило, и практически собственного продукта нет ни у кого, все сидят в тех или иных сетях, вещая продукцию сегодня. Несколько лет назад была приведена в соответствии, как было тогда сказано, политика распространения сигнала, при котором при пролонгировании лицензии в приложении прицензии записано, сколько времени имеет вещатель сеть и сколько времени имеет региональный вещатель, несмотря на то, что он является владельцем лицензии в целом. И дальше начались интересные вещи, поскольку сейчас вопрос стоит о том, что при переходе на цифру преимущества получения цифровой лицензии, да и возможность в полном объеме вещать, получает тот, у кого собственный продукт, возникают вопросы, а вещатель, который в регионе, а это подавляющее большинство наших радиостанций, он кто? И как будут строиться отношения с сетями? И вот здесь начинается самое интересное. Конечно же, я думаю, что никто в этом зале не может до конца сейчас сказать, что он изучил закон, который вчера был принят, и те подзаконные акты, которые еще надо будет прописывать, но всем понятна ситуация, а ситуация, честно говоря, пиковая. Когда я в кулуарах встречаюсь с владельцами руководителями сетевых станций, они говорят, ну, потирая руки, говорят, конечно, мы все услышали и не скажем, но скоро нам регионалы вообще не нужны будут. По понятной совершенно причинам. Они выходят на спутник и напрямую они начинают вещать свой продукт. Тогда возникает вопрос, а местное радио региональное, оно вообще выживет? Или оно должно быть полностью самостоятельным? не сотрудничать с такими сетями. Но хочется надеяться, что здесь есть еще некая социальная нагрузка государства, которая, безусловно, решит этот вопрос, по аналогии, кстати говоря, с телевидением. Когда в телевидении было установлено правило, до 10% вещания должно быть региональным, с региональными окнами, региональной тематикой и проблемами. Но, о чем бы мы не говорили, как один из моих руководителей, знаете, достаточно давно написал на своей доске в кабинете, о чем бы мы ни говорим, мы говорим о деньгах. Давайте поговорим о деньгах. При разговоре с господином Малининым, замминистра, который отвечает за связь, он же открытым сетям, это очень порядочный и открытый человек. Вы же понимаете, что в любом случае финансовая модель будет в определенной степени определяющей для правил игры на рынке. Сегодня, понятно, есть станция, которая, получив лицензию, правдами и неправдами купив передатчик, выходит через новый эфир, и на этом практически техническая часть распространения закрыта. Хорошо, что такое цифры, а это сотни, если не тысячи передатчиков в каждом регионе. А за каждый передатчик надо платить. И за его установку, и за его эксплуатацию, и за распространение сигналов, причем, опять же, извините, из, может быть, кулуарных информационных источников, не на равных правах платит государство и частные вещатели, но об этом не будем говорить с этой трибуной. Но неважно, деньги большие. Возникает вопрос, готова ли хоть одна радиостанция на территории региона потянуть вхождение в мультиплекс, если с нее запросят за распространение сигнала, содержание в процентном соотношении, тех передатчиков, которые стоят на этот ответ? Нет. Просто таких денег нет там на рынке, чтобы за счет рекламных бюджетов эта часть затрат покрыть. Тогда возникает вопрос, как быть дальше. И вот здесь возникает самое главное коллизия. Сразу оговорюсь, чтобы было понятно, я убежден полностью, не умрет никогда региональное вещание, не умрут никогда независимые радиостанции, мы найдем себе пути выхода. вопрос в другом. Когда и как, какими усилиями и насколько мы можем предвидеть эти процессы. Прав, безусловно, Миша Эдельман, когда говорит, что конечно же контент, конечно же контент. Потому что контент это то самое, что привлечет нашу аудиторию. Кстати говоря, знаете, в последнее время сталкиваюсь с парадоксальной вещью, постоянно беседуя со специалистами отрасли, встречаясь в разных режимах с работниками. Вопрос один всегда к продавцам. А что вы продаете? Знаете, что процентов 90 не может ответить на вопрос, что они продают в медиа. Кто-то говорит, что они продают рекламное время, кто-то говорит, что площади, кто-то говорит контент. Но правильный ответ всего один. Мы все продаем аудиторию. Мы все продаем аудиторию. А что такое аудиторию? Это те, кто нас слышит, видит или читает в том аспекте, которым можно определить на определенной территории Земли соответственно какие-то целевые группы тех, кто нас слышит. И в этом плане тогда контент понятно, какую роль занимает. Так возвращаясь к той тематике, о которой я говорил чуть раньше, здесь возникает коллизия. А коллизия заключается в том, что мы входим в зону так называемого облачного маркетинга. Когда появляются угрозы среды внешней и изменение ее настолько быстрое, что мы должны быть готовы, делая свое дело постоянно и развиваясь, держа как основную цель, наверное, нашу аудиторию, изменять собственное движение в этом облачном маркетинге для того, чтобы достичь главной цикли. Ту, которая от нас ожидает эта аудитория, ту, которая от нас ожидает наши коллективы и ту, которая позволит нам финансово существовать, заставляя государство прислушиваться к нам. В этом плане хочу два слова сказать, знаете, приятным поражен новым составом министерства, который, слава богу, уже больше двух лет работает, в плане того, что мы действительно находимся постоянно в контакте и действительно к нам прислушиваются, мы имеем возможность высказывать не только сравнение, но и настаивать на нем. В частности, в рамках конференции, которая была в мае в Экспо в Москве, составил Совет по цифровизации. И, знаете, меня что поражает? Честно говоря, был очень удивлен, приятно, когда Александр Жаров, замминистра связи, делает большой доклад, в котором, знаете, о чем рассказывает? Об изменении участников рынка, о том, что появляются новые участники рынка, ну, сейчас в первую очередь речь шла о телевидении, появляются агрегаторы, появляются распространители, появляются те новые игроки, которых раньше просто не было. Но немножко напрягает то, что везде, где не идет разговор, говорят только о телевидении. А радио практически разговора нигде нет. И в этой ситуации давайте проиграем модель, очень интересно. Хорошо. Появляются мультиплексы. Волей Божией все могут туда войти, да, не в первый, так в пятый. Хорошо. Сколько передатчиков? 100 или 500? Радиостанция региональная будет иметь финансовую возможность оплатить одну небольшую часть этого передатчика, каждого, за содержание. Деньги очень большие. Ну, скорее всего, навряд ли. Потому что сравниться с крупными игроками в этом случае будет сложим федеральным иметь сетевым. А как тогда быть? А заинтересован ли делиться сетевой партнер с регионалом своим финансовым возможностям? При этом, что, вы знаете, отношения. Каждый по рекламе и по контенту не очень взаимодействует. Понятно, интересы расходятся. Мы здесь собрались с вами в эти три дня в том числе и в таком составе для того, чтобы иметь возможность и эти вопросы обсудить. А у вас есть уникальная возможность сегодня в рамках круглого стола задать эти вопросы представителям и министерства, и профессионалам и прийти к каким-то для себя убеждениям, как жить дальше. Спасибо. И последний участник нашего круглого стола Астамур Тедеев. Пожалуйста. Спасибо. С учетом имеющей место и лимитированность по времени, если позволите, буквально один тезис. Я хотел бы вернуться к тому, о чем в самом начале этого разговора говорили, в частности господин Резник. В моем представлении один из самых важных, самым важным, действительно прорывным аспектом того проекта, закона, который сейчас, мы надеемся, будет принят по сравнению с первоначальной редакцией является существенное изменение подходов к лицензированию. Еще на стадии рассмотрения самого первого плохого варианта этого законопроекта в общественной палате я говорил о том, что в моем представлении перспектива это полный отказ от инструмента лицензирования. Лицензирование это предварительный контроль, надзор. В нашем представлении сфера радиовещания, телевидения не требует предварительного контроля и надзора достаточно текущего и последующего. То, что касается наземного обещания, то там, наверное, перспектива это переход от административного правового регулирования к гражданскому правовому, то есть от института лицензирования как предварительного контроля к тендеру на радиочастоты, там, где в этом есть необходимость. В этом смысле, наверное, переход к заявительному порядку лицензирования это один из шагов в правильном направлении. Будем надеяться, что этих шагов еще будет надо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Томар Анатольевич. Пожалуйста, теперь вопросы к участникам круглого стола. Пожалуйста, но только учтите, у нас осталось, к сожалению, всего 4 минуты. по-прежнему или является необязательным получением лицензии для интернет-СМИ. Для интернет-СМИ вообще на те же идеи в интернете. Смотрите, логика такая. Для интернет-СМИ, вернее, интернет-СМИ становятся СМИ только тогда, когда его владелец, тот, кто осуществляет наполнение этого ресурса, решает войти в сферу законодательства о СМИ и дает заявление о регистрации своего сайта как СМИ. Соответственно, это было тоже принципиально. Нам важно было отделить, что то, что не зарегистрировано как СМИ, СМИ в интернете не является. Потому что, как мы с вами понимаем, статус средства массовой информации накладывает не только обязанности, но и дает определенные права. Соответственно, это, в общем, должна быть навесная система. Что касается вещания в интернете, логика та же. Если этот ресурс не зарегистрировано как СМИ, то, собственно говоря, СМИ не является, он может фактически осуществлять вот это самое вещание, то есть, набрав определенный адрес, пользователь может услышать фактически радиостанцию, то есть, некий аудиопродукт. но, если говорить о том, что, первое, если это СМИ зарегистрировано как СМИ, то, в смысле, если этот ресурс зарегистрировано как СМИ, то он должен получить лицензию, что несложно, я вообще не вижу проблем с этим. И второй момент, если этот ресурс видит для себя перспективу распространения иным способом, то есть, в эфирных средах, в том числе, либо, например, это проще объяснить на примере телевидения, то есть, если через кабельного оператора по технологии IPTV, но при этом таким образом, чтобы, грубо говоря, на кнопке у абонента без набора адреса в интернете появлялся доступ, ему предоставлялся доступ к конкретному радиостанции и телеканалу, то тогда дальше возникает отношение с оператором связи. Вопрос к академикам. Скажите, в рамках Академии радио есть ли какая-то рассудная какая-то рабочая группа, в которой бы обсуждались вопросы о применении стандарта для цифрового радио на цифровой радиостанции? Да, я знаю, что это будет. Есть такая группа, более того, практически на каждом заседании эти вопросы всплывают и в том числе есть техническая часть Академии, где созданы привлеченные из ведущих радиостанций специалистов по решению этих вопросов. Постоянно работают. Не могу то считать, потому что постоянно меняющаяся ситуация. Один из основных вопросов это было обсуждение ДРМ и вопросов распространения по различным средам. поскольку меняется закон, поскольку только начинаются практические шаги по цифровизации, все в процессе. Спасибо. Пожалуйста, третий вопрос. Можно у меня у самой ремарка, наверное, Владимира Талеру, как издателя журнала «Медиапрофил». В прошлом номере были опубликованы выжимки из отчета Федерального агентства по печати массовой коммуникации по состоянию радиоотрасли в 2010 году. Вот там табличка такая симпатичная и глава целая посвящена ретрансляторам и локальному обещанию. Так вот, судя по данным этого отчета, локального радио в России сейчас больше, чем ретранслятора. Ну, просто посмотрите прошлый номер. Он очень смешной. Мне смотреть его не надо, я очень хорошо знаю, что в нем. Вопрос очень простой. Как читать то, что есть? Как считали? И как читать то, что есть? Просто короткий ответ. Возьмите лицензию у каждого из этих вещателей в регионах. То есть считали в том числе сетевые лицензии из них владелец лицензии считается региональным вещателем, а в приложении написано 90% вещания Европа+, Русская Радио или кто-то еще из сетевиков. Все. И дальше там написано было в подзаконном акте, что для переделки и возврата к старой лицензии, по которой по концепции по которой выдавалась лицензия, в заявительном порядке достаточно об этом сообщить. Ничего подобного. Скандалы начались. Идут скандалы, я могу назвать регионы, когда значительно в больших регионах хорошие станции пытаются вернуться к собственному вещанию, а сетевики их уже не опускают, и идут палки в колеса, вставляются. Просто мы считали, что региональные станции по стране с собственным локальным вещанием осталось в прошлом году 120, может быть, сейчас больше или меньше, да, на какое-то количество. Но получается, что их везде не меньше 60% в каждом округе. Это не так. Еще раз говорю, как считать, понимаете? Ладно, тогда у нас еще комментарий от юриста Андрея Кожимова. У меня тоже вопрос. Скажите, извините, пожалуйста, но наш регламент завершен. Одна минута. Можно еще одну минуту, пожалуйста? Вопрос следующий. Если вещатель, не являющийся редактор, шляет вещание, и редакция канала допускает за употребление массовой информации, в этом случае вещатель рискует своей лицензией? То есть, кому будут претензии? К вещателю или к тому каналу, который он вещает? То есть, к редакции того канала, который он вещает? Если вы посмотрите в конце закона уже, кстати, хотел поправить, он уже не законопроект, законопроект проходит три части, он становится законом и переходит в Совет Федерации на одобрение. Поступается в Совет Федерации на одобрение. Так вот, если мы посмотрим, расскажу сразу, как он что-то будет. внесение изменения в статье 56-ю закона о СМИ, то здесь прям четко сказано, что вещатель несет ответственность за соответствие распространяемых телеканалов и радиоканалов пребывами законодательства Российской Федерации. За содержание, что несет тоже ответственность своей лицензии. При этом, в принципе, в моменте является, что вещатель, соответственно, поскольку у него договорные отношения с СМИ, он, соответственно, в порядке ревеса привлекает редакцию СМИ к ответственности. То есть, тут тоже нужно понимать, что так или иначе для государства, для общества нужно понимать, кто тот субъект, который осуществляет распространение, и дальше, соответственно, чтобы цепочка до нахождения конкретного ответственного, она была, соответственно, раскручена. Это не значит, что вы рискуете своей лицензией. Это просто значит, что будет возникать вот это, чтобы было понятно, как найти конкретного ответственного и пресечь возможные нарушения в дальнейшем. Вы знаете, я хотела бы, Владимир Казанович, с вашего позволения, сейчас аудиторию тоже несколько озадачить двумя такими темами. Во-первых, подумать и ждем ваших предложений, и они будут возникать. Первое, это то, что у нас, как вы знаете, принят закон о защите детей от негативной информации, который вступает в силу с 1 сентября 2012 года. Мы сейчас занимаемся подготовкой к тому, чтобы принимать ряд нормативно-правых актов достаточно серьезных. Закон накладывает достаточно серьезные обязательства на распространитель информационной продукции в части возрастной классификации распространяемого контента и соответствия продукции, предназначенной для разных возрастов, правилам распространения соответственно, тем, чтобы ограничить, всем, чтобы предотвратить возможность доступа детей к информации для них непредназначенной. По радио, мне кажется, у нас будет очевидно тоже немало проблем с этим связанных, потому что там в том числе необходимо размещение знака информационной продукции, знака вот этой возрастной классификации, и приглашаем вас на самом деле подумать и поработать над этим вопросом, потому что нам совершенно не хочется, чтобы было что-то такое невыполнимое, при этом то, что будет соответственно в случае неисполнения нести серьезные последствия для вещателей. При этом важно, что закон на самом деле он чрезвычайно такой, социально звучащий, да, и просто простыми, так сказать, мерами или отказами или простой минимизацией вот этих последствий для отрасли очевидно не обойтись. А второй момент, о котором тоже хотел бы попросить вас подумать и тоже дать нам какие-то предложения не только вот аудиторию, но и коллегам сидящим вместе со мной, это вопрос развития регионального вещания в плане доступности радио для жителей регионов вне пределов больших городов. Вы знаете, мы посмотрели, специально попросила просто у меня сотрудники, составили такую карту вещание буквально рассчитывая мощность передатчиков и обводя накладывая кружки и так далее. У нас получается, что за пределами 30-километровой зоны от крупных городов, где чрезвычайно развит рынок, где много радиостанций и все ждут выставления новых частот. За пределами вот этой зоны вещания пустота. мы говорим о развитии информационного равенства, о том, что нам нужно обеспечивать идеи столичный стандарт, но, извините меня, даже в пределах региона, когда есть вот этот чудовищный разрыв, нам сложно говорить о том, что мы приближаемся к этой цели. Здесь на самом деле безусловно нам нужна совместная работа, потому что не должно государство накладывать какие-то неуполнимые ограничения, но, мне кажется, можно находить консенсы, чтобы какие-то обременения возможно были, но связанные с, не знаю, с льготами, с каким-то содействием в развитии вот такого вещания региона, поэтому предлагаю над этим поработать. Наверное, в Министерстве будем создавать рабочую группу на эту тему. О чем бы мы ни говорим, мы говорим о деньгах. Я вам могу сказать, распространение за 30-километровой зоны колоссальные затраты, никакой отдачи. Абсолютно. Поэтому понятно, если государство пойдет в какой-то степени на встречу за счет покрытия расходов на распространение каких-то проблем. Ну, расходы все-таки не голосальные отдачи, а то, что никакой отдачи, это вопрос измерения. Это тоже мы с вами прекрасно понимаем. Да, коллеги. Слово. Три копейки в дискуссию в этом. В Норвегии в 2017 году будут выключены ФМ-передатчики все, обычные, аналоговые, но затраты по переходу на цифровое вещание несет государство. Более того, опять же, возвращаясь к конференции в Кабинодергене, которые будут. Такой у них нефть есть. Очень простая и понятная формула. Частному бизнесу, действительно, медийному бизнесу невыгодно вкладываться в развитие своих цифровых вещаний по очень простой причине. Вложение колоссальное, отдача очень небыстрая возврата инвестиций. И если быть реалистами, вы должны понимать, что единственным реальным инвестором в развитии цифрового телерадионещания может быть, должно быть государство, потому что это в его интересах покрыть аудиторию и обеспечить гражданам равный доступ к информации. Частный бизнес будет, грубо говоря, сбоку. Именно поэтому размышлять, на мой взгляд, нужно вот о чем. Да, за пределами трестикантеровой зоны сложно будет принять устойчивый телевизионный или радиосигнал. Но мобильная связь, оператор мобильной связи охотится за каждым конкретным персонажем, который даже в тайге находится. Они готовы дать ему возможность пользоваться мобильной связью. Почему? Потому что он является непосредственным плательщиком. Он не косвенный плательщик через рекламные доходы какие-то, еще же через его учет, через систему измерения и так далее. Он платит вот за то, что у него есть прибор, он обеспечит его заряд. ему поток денежно-финансовый. Вопрос очень простой. Как только мобильные операторы будут в состоянии обеспечить скоростную подачу сигнала, широкополосный доступ к мобильной интернет, можно будет не беспокоиться о том, что наш с вами контент достигнет любого персонажа, находящегося в любой точке. Поэтому думать нужно, на мой взгляд, государству, безусловно, развить церковь системы предвещания общих, для того, чтобы обеспечить всех равным доступ к информации. А нам нужно о том, как залезть вот сюда. Очень разумно. Очень разумно. Итак, коллеги, мы завершаем наш круглый стол. Всем участникам дискуссии спасибо.